В спортивных штанах с 90-х, с барсетками, он крутой, но таких мало. На какие деньги начинали? Съездили в Америку по программе Work and Travel. То есть секшоп может подпрыться на 21 век, Бай? Пока нет. Пока нет. Пока. 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 На какой машине ты приехал лучше? Я приехал на своей. И уже никому не хочется знать, какой уровень дерьма ты прошел. 21 век, Бай, гасит малый и средний бизнес. Сори. Сори, да? Сори. Может быть, станешь мотивационным спикером? Пока не уверен, но вряд ли. Потом я подумал, что... А потом я все передумал и понял, что это все ошибка. Сколько у нас сегодня сотрудников в компании 21 век, Бай? 750. Что будет, если все они завтра захотят стать предпринимателями? Что будет? Интересный вопрос. В прошлом году оборот 21 век, Бай, ты называл эту цифру публично, составил больше 80 миллионов долларов. Да, по-моему, 83 с половиной миллиона. 83 с половиной миллиона. По этому году какой оборот ждете? Ждем 140 миллионов. Плюс 70%. Плюс 70%. Но экономика так быстро не растет. За счет чего так быстро компания растет? Самое главное это то, что у нас много векторов роста. И векторы роста экономики я не включаю в эти три вектора. Первый вектор – это органический рост, это, собственно говоря, трендовый рост. Это если бы мы даже ничего не делали, если бы мы даже не развивались, то идет тренд перехода оффлайн в онлайн. Это я называю органическим ростом. По большому счету этот рост от нас зависит, как аффилировано, то, насколько мы пиарим отрасли покупок онлайн и e-commerce. Второй вектор роста – это расширение ассортимента. Мы все больше и больше закрываем потребностей у клиента, тем самым тоже показываем определенный рост. И третий рост – это, собственно говоря, активный, один из самых сложных векторов роста – это отжать, так сказать, доли у конкурентов. Причем это и оффлайн, и онлайн. У онлайна уже практически некого отжимать, все просто уходят с рынка. Происходит небольшая консолидация онлайн-игроков. В основном это забирают большие сети, как бы правильно сказать. Сформировалось 5-6 лидеров в онлайн-торговле и лидер в каждой категории. Мы в ассортиментной, так сказать, категории в онлайн-гипермаркете. Пятый элемент – исключительно в бытовой технике. Далее есть в Wildberry, Slomoda, Fashion, e-доставка в продуктах. Osbuy в книгах, в каких-то мелких товарах. Есть свои лидеры в констоварах. Вот так сформировался рынок. Соответственно, вот эти три вектора роста помогают нам расти значительно быстрее экономики. Из этих трех векторов какой самый основной? Самый основной, ни разу над этим не думал. Наверное, первые два. Это тренд. Это, безусловно, нас питает энергией. Это нас окреляет в тяжелые моменты, даже тогда, когда экономика стагнирует. И, конечно же, расширение ассортимента. Это стратегия. Первый пункт нашей стратегии – максимальный ассортимент за несколькими исключениями. Исключения я могу назвать. Пока это фуд и фэйшн. Не идете ни фуд, ни фэйшн? Пока нет. Пока нет? Пока. 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 Хорошо. На российском рынке игроки крупнейшие «Озонру» и «Улмарт» расти за счет больших инвестиционных денег. Амазон, Алибаба, там вообще деньги без конца. Огромный рынок. И, в принципе, инвесторы могут вкладывать в убыточную онлайн-площадку очень-очень долго. За счет каких денег на маленьком белорусском рынке так вырос 21 векбай? Собственно говоря, за счет энергии и за счет правильной модели. Все «Улмарт», «Амазон», «Озон», они растут в первую очередь за счет роста акций. В Беларуси такого понятия, как роста акций, вообще не существует. Ну, он был рынок, он такой. Да. Квази-рынок. Да. Также за это, в принципе, «Убер» и так далее. Это исключительно рост акций. Все «Ебеда» негативны компании, но, тем не менее, рост акций помогает компаниям держаться не только на плаву, а еще и круто очень развиваться и, собственно говоря, торговаться. В Беларуси такого понятия, в принципе, не существовало. Поэтому мы пошли своим путем, без ставки на рост акций, без инвестиционных денег. Собственно говоря, модель была сразу ориентирована на «Ебеда» «Позитив». И это, собственно говоря, наверное, и позволило добиться определенных успехов. Не могу похвастаться, что все 14 лет мы были всегда положительны в чистой прибыли, в какой-то там прибыли до уплаты налогов. Были достаточно сложные времена, было достаточно сложно подниматься в офис, но была вера, собственно говоря, в какую-то экспоненту. Казалось, что в определенный момент мы сэкономим деньги, там 2-3% от оборота на маркетинг, мы перестанем тратить на маркетинг и просто клиенты сами поймут, что покупать в интернете это модно, стильно, комфортно, безопасно. На маркетинг мы только увеличиваем наши расходы даже в относительной, скажем так, доле, но, тем не менее, рост действительно стал кратный. Если раньше мы могли расти 15-20%, то последнего года мы растем более 70% в год. Это почти экспонентно. Это в валюте? Это в валюте, безусловно. Я думал, раньше экспонента будет в 10-кратный размер. И, собственно говоря, я ее ждал в этом году и месяц назад я разочаровался, я понял, что не будет экспонента больше никогда. Да, очень тяжелая инфраструктура. В первую очередь это фулфилмент, это склады, и во вторую очередь это доставка. Доставка, логистику, покупать транспортную, в принципе, несложно. Инвестируй, заключай договор о лизинге в транспорт, кредитуйся под транспорт, все класс. У нас уже сегодня, по-моему, 115 или 118 транспортных бригад, и их масштабировать достаточно сложно. Если будет задача, до конца года могу и полтысячи сделать транспортных бригад. Намного сложнее со складами. Во-первых, нет таких помещений, как нам надо в Беларуси. Нам уже нужно строить, а как только ты начинаешь, а это уже другие совершенно инвестиции, а как только начинаешь работать сразу с несколькими складами, это очень сильно нагружает операционку. И с точки зрения финансовых издержек, и с точки зрения быстроты оперативности, логистического плеча доставки товара клиенту. И поэтому мы очень сильно, основным сегодня сдерживающим фактором для нас являются склады. Просто в Беларуси нам сегодня нужно 25 тысяч квадратных метров по полу. Таких свободных складов по тем ставкам, по которым в нашей экономике мы могли бы потянуть, их просто нет. Вот это вот и является проблемой, мне кажется, экспонационального роста именно тяжелой инфраструктуры. А такая же ситуация и у Амазона. Я к вопросу денег вернусь. Когда вы вышли, сколько прошло лет, прежде чем вы вышли на стабильно положительную EBITDA? Сначала была стабильно положительная EBITDA. Мы ее просто не считали. Мы просто в нее верили. И мы не делали, пока банки не просили МСФО в каком-то более-менее нормальном раскладе, пока мы не стали заниматься поиском фонда, скажем так, для того, чтобы он нас качественно приподнял на уровень. Мы не вели... То есть нормального учета... У меня был свой учет. Один был для собственников, для моих партнеров, второй был для себя, третий был для команды. Я не могу сказать, что где-то были некорректные данные. В принципе, и в любом сегодня финансовом... В любом ПНДЛе можно подходить консервативно, агрессивно, позитивно. В зависимости от того, кому ты этот счет отдаешь. Это, в принципе, все учитывается в политике управленческого учета. Можно там амортизации или списание на затраты разносить абсолютно по-разному. Особенно это касается разработки. Можно вообще делать разработки, все время капитализировать. Можно тут же списывать в текущих периодах. Поэтому раньше, до того, как мы стали EBITDA-ориентированы, понятно, что я это все списывал в текущие периоды. Потому что я не хотел строить какие-то воздушные замки. Я не хотел обманывать сам себя. И отчеты получались более негативные, чем они были бы по управленческому учету, не знаю, по правилам СФО. Стабильно EBITDA-ориентированным мы стали после фонда. Они сказали, мы хотим следить за EBITDA-ой, мы хотим эту историю. Когда EBITDA-ориентировал стал акционер. И прыгнуть, собственно говоря, прыжок с тарзанки, прыжок с парашюта, нужно было просто поверить, что этот парашют откроется. Через два, через три года, а не через три секунды, когда ты прыгаешь с 800 метров на боровой. Да, и в принципе это сработало. Через два-три года этот парашют раскрылся и, в принципе, добавил стабильности. Так, компания развивалась в основном за собственные средства или были кредиты? Исключительно. Исключительно за собственные средства. Из 2008 или 2009 это были первые кредиты в МТ-банке, но это были незначительные кредиты. Первый кредит был 10 тысяч долларов. Это был кредит, но это был незначительный кредит. Если компания может получить в банке финансирование под свои же активы, которые задействованы в бизнесе, то это в любом случае не инвестиционные деньги, это ближе к собственным ресурсам. Иными словами, финансирование в банке мы всегда получали. И это нам очень-очень сильно помогло. Инвестиционные деньги с точки зрения продажи акций только вот 31 марта 2017 года. Первый раз. Это сделка зубер капитала. Это сделка зубер капитала. Начинали бизнес втроем, то есть два партнера. Да. А на какие деньги начинали? Мы съездили в Америку по программе work and travel. Заработали там кто-то 3 тысячи, кто-то 5 тысяч. И в принципе 5-6 тысяч хватило нам работать первые полгода. Без проблем. А потом исключительно реинвестировали. То есть начали зарабатывать уже выручили? У нас был склад 8 квадратных метров. Туда ставило 16 машин. 16 машин стоили, тогда они были подороже, по 400-500 долларов. Ну вот 5-6 тысяч плюс небольшая срочка от поставщика. Вот и хватало денег. И через полгода бизнес уже финансировал сам себя? Да. Модель Амазона и желание ее применить в Беларуси тоже в Америке увидели? Нет. Вообще об этом не думали. Вообще, наверное, не знал, что такое Амазон. Он тогда книжками торговал, а книжки я не читал. Это такой неожиданный ответ. А читать я не умею, было бы более неожиданно. Я пропущу тогда вопрос про любимые книги, хорошо. Но вот это осознание, что что-то похожее на Амазон делать в Беларуси, оно когда пришло и как? Как-то с Амазоном вообще себя мало ассоциировали. Больше в определенный момент ассоциировали себя там холодильник RU, розетка UA, вот все-таки то, что все-таки поближе. Мы понимали, что с Амазоном мы не то, что себя не ассоциировали, мы наоборот противопоставляли, насколько это было сложно без инфраструктуры, без культуры покупать в интернете, без желания, какого-то новаторского желания потребителя использовать, пробовать что-то новое. Мы наоборот понимали, что у нас свой путь, у Амазона свой, потому что культура, финансы и подготовка инфраструктуры в каждой стране, она была кардинально, критически разная, поэтому нам нельзя было ориентироваться ни в коем случае на Амазон. А уже ассоциировали с Амазоном, пришла, может быть, где-нибудь в 2011-2012 году, когда я прочитал книжку, окей, про любимую книжку, с запаском «Доставляю счастье», Тони Шея. Вот тогда ассоциировали не то, чтобы она пришла, а так немножко слезы появились в глазах. Парень, который там торговал обувью, с запаском, он начал на два года позже нас, и он делал ошибки, те, которые мы заранее видели эту боль, и мы заранее их исключали, мы заранее их компенсировали, мы сразу принимали более правильное решение. Но где мы? А он продал за миллиард, причем очень давно. Почему? Ну, американский рынок, окей, да, то есть можно по этому поводу грустить, можно просто дальше продолжать работать на белорусском, и про это так просто где-то оставить в сторонке на будущий проект. Хорошо. Ты сказал вначале про три тренда, и третий тренд – это, цитирую, отжимать конкурентов, да? Да. И в прессе, в том числе в нашем портале, очень часто люди из шинного бизнеса, из парфюмерного бизнеса говорят, что 21-й век бай гасит малый и средний бизнес, подминает от себя рынок. Тебя вот такие заявления, они мотивируют или раздражают? Ну, они меня очень сильно мотивируют. Сильно мотивируют? Просто, когда они приходят от ребят, которые там в спортивных штанах с 90-х, с барсетками, до сих пор встречаются в кафе, в шортах и обсуждают дела, ну, пора бы уже переключиться. Еще не все научились e-mail читать, а предпочитают перетереть. Я даже вот этот вот сленг, это даже не хочу здесь… На корточках? Да, даже не хочу здесь употреблять. На какие еще рынки смотрит Сергей Ванилович, чтобы часть аудитории взбодрилась? На какие рынки? На какие сегменты? А, на какие сегменты? Ну, какие товарные, какие товарные вот еще группы интересуют, которые пока либо не представлены на 21-й век бай, либо слабо представлены, недостаточно? Струематериалы, но это очень такой своеобразный. Я бы сказал, почти все категории остались своеобразные. Уже таких простых нету. Струематериалы, там есть своя история, что там часто прорабы какие-то отделы снабжения закупают. И по каким-то своим правилам, по этим правилам мы не играем зачастую. Активно хотим пойти в какую-то сувенирку, подарки. Возможно, где-то рядом будут интим-товары. Мы один раз уже пытались их запустить. Я сразу уточню, то есть секс-шоп может открыться на 20-й? Может, это нужно просто сделать дополнительную авторизацию. Раньше у нас не было магазинов, сейчас у нас больше пикап-поинтов, оформленных уже как магазины. Или в стадии оформления как магазины. Я вот еще не знаю точно статус наших пикап-поинтов, если уже получено, грубо говоря, разрешение на ручную торговлю в них. Дело в том, что интим-товары можно продавать только если у тебя уже есть розничные магазины. Что еще? Возможно, книги. Но книги не, конечно, такие, как там Озба или что-то еще, а это будут там топ-500 бестселлеров актуальных сегодня. Безусловно, это будут детские книги, потому что отдельная категория детских книг по-прежнему читают не меньше, чем раньше. Я имею в виду именно на бумажных носителях. Вероятно, какие-то интерактивные книги. А что касается самых обычных, классических, традиционных книг, то это будут, наверное, топ-500 бестселлеров. Вот пока такой план. Насколько ты вообще конкуренцию на внутреннем рынке чувствуешь? К сожалению, почти не чувствую. Почему к сожалению? Ну, потому что это сильно должно мотивировать. Когда у нас было много конкурентов, именно вот таких вот, например, в бытовой технике, мы ставили больше там амбициозных планов, задач. Мы были в тонусе. Самое главное быть в тонусе. Когда нет конкуренции, можно расслабиться. Не на кого ориентироваться. Негде проводить. И точнее, не негде, а нет смысла проводить какой-то коммерческий шпионаж. Потом сравнивать свой рост с ростом рынка, либо ближайших конкурентов. А это все очень прикольно. Смотреть, как ты обгоняешь, догоняешь конкурентов, как они там периодически разоряются и так далее. Это мотивирует тебя. А когда сегодня не осталось ни одного онлайн-гипермаркета, который бы хотя бы был, не знаю, в половину нашего, ну, становится скучно. Я просто боюсь за команду, чтобы она там не потеряла какой-то тонус. Поэтому мы ищем себе конкурентов в каждой отдельной категории. Ну, например, в бытовой технике это там пятый элемент. Безусловно, хороший конкурент, приятный, все делает правильно. С одной стороны, с ним интересно состязаться, конкурировать. Где-то на переговорах с Samsung, где-то на переговорах с Bosch. Так или иначе, защищаешь свою позицию. Почему нужна там преференция и тебе, а не пятому элементу? Почему ты более перспективный клиент? С одной стороны. С другой стороны, грамотные, крутые конкуренты, они развивают рынок. И чем больше было бы крутых конкурентов в онлайн-торговле, тем быстрее мы бы развивали этот рынок. И тем самым ускоряли бы переход, переток с оффлайна в онлайн. Это было бы на пользу всем. То есть, не знаю, Visa и MasterCard. С одной стороны, конкуренты, с другой стороны, не очень. Но, тем не менее, они вместе развивают рынок электронных платежей. Ну, класс. Мне в этом смысле помогают просто лидеры онлайн-продаж в категориях. Те, которые я называю ВАУД, Дорис Ламода и так далее. Непосредственно там оптовый отдел. Там у нас серверная. Не знаю, интересно, если серверная. Не интересно. Здесь у нас зона, не знаю, ожиданий кофе и так далее. Здесь непосредственно мой офис, за которым я провожу абсолютное большинство встреч. Картина, которая тоже должна меня мотивировать. Зимой, когда терраса не работает, здесь каждую пятницу мы курим кальяны и отдыхаем. Сюда приносим другую акустику. Пока хорошая погода, мы это на террасе делаем. Часто. Здесь у нас финансовый директор. Здесь у нас отдел по работе с поставщиками. В этом отделе работает порядка 50 сотрудников. И, собственно говоря, все от подгузников до автомобильных шин, до холодильников, от самого мелкого партнера до Самсунга. Все взаимоотношения, все заказы, все прогнозы, все формируется, собственно говоря, в этом отделе. Здесь у нас переговорки. Есть еще... Можем здесь выйти. Колл-центр. Не более 30% сотрудников работают уже в офисе. Все остальные мы уже делаем сотрудников на дому. Какую-то часть ассорсин, какую-то часть удаленных сотрудников. Потому что дальше масштабировать количество рабочих мест именно в офисе сотрудников колл-центра. Но нам представляется неэффективным. Поэтому мы все больше и больше уходим в дистанционную работу. Колл-центр растет меднее, чем другие отделы компании. Потому что мы, собственно говоря... Очень сильно растет процент и доля заказов, оформляемых через онлайн. То есть год назад это было 50%, а сегодня уже 65-68% это онлайн заказы. Мы не так быстро поддерживаем рост этого отдела, как рост компании. Мы это делаем специально, для того, чтобы клиенты все больше и больше привыкали работать онлайн. Более того, у нас много всяких групп... Не групп, а элементов программы лояльности. И все эти бенефиты, бонусы по телефону больше никак нельзя утилизировать. То есть если мы хотим получить скидку, использовать промокод, чтобы нам зачислили бонусы, либо потратить наши бонусы, то клиент просто обязан сделать только через сайт. Все, оператор уже не может ему зачесть бонусы, либо потратить бонусы с его карты лояльности по телефону. Мы это делаем специально. Если человек уже не умеет пользоваться корзиной, значит, он больше не участник программы лояльности. Как-то так. А какой объем вообще онлайн-торговли в Беларуси может быть? Потенциал перетока из офлайна в онлайн, то есть в деньгах. Сколько может в Беларуси составлять рынок онлайн-торговли? Когда-то были оценки полмиллиарда, ну, несколько лет назад. Ну, да, скоро полмиллиарда, я думаю, только наша компания сделает. Там в течение 5-6 лет полмиллиарда. Оборот в год. Можно сделать без проблем, да, мне кажется. У меня вообще есть такая мечта номер один после уже таких, ну, не мечта, а цель. Цель. А после таких простых целей, там, не знаю, там, занять какую-то определенную долю в каждой категории, у меня есть цель стать компанией номер один в розничном обороте по тем категориям, которые не исключены из нашей стратегии. То есть, грубо говоря, Евроторг продает продукты, кто-то продает фэшн, а вот все остальные продают все остальные, нон-фуд, скажем так, категория. И я считаю, что наша компания может стать самой большой компанией в категории нон-фуд. Пока, в мере, у нас больше всего к этому потенциал и перспектив. Вот такая вот цель. То есть стать самой большой розничной компанией Беларуси. Спасибо. Я про предпринимательство хочу с тобой поговорить. Мы часто про Олега Тинькова вспоминаем. Активный парень. Активный парень, да. Предприниматели – особая каста людей, и при этом, чтобы идти в предприниматель, нужно быть мазохистом, любить это дело, потому что ты постоянно в риске, в наших краях риски, там, не только экономические, самые разные риски, административные и так далее. Насколько чувствует себя мазохистом, Сергей Занилович? Ну, наверное, я просто не ассоциирую это слово мазохизм, но мое любимое состояние – это состояние напряженности и стресса. То есть, если есть какая-то напряженность, какой-то стресс, какие-то проблемы, я себя чувствую комфортно. Это, наверное, почти мазохизм какой-то, когда тебе больно, тебе нравится. Я не могу сказать, что мне нравится непосредственно там физическая или ментальная боль, но ментальная нагрузка такой мне очень нравится. Вот, поэтому я больше скажу, что вот мне нравится зависимость от стресса. Поэтому каждый день, ну, может быть, к сожалению, уже не каждый, раньше стресс-то тоже, наверное, как наркотик. Ты где-то на определенный уровень преодолел, и потом все, что ниже, тебя больше не возбуждает. Так вот, поэтому такой стресс, который тебя возбуждает, все становится реже, но это все серьезнее и серьезнее. Поэтому это как бы и есть такие обороты. Те годы, когда была отрицательная беда, и когда ты приезжал к офису на машине и думал вообще вставать, идти в офис, не идти, настроение было там ниже нуля. Как в такие моменты себя протащить как бы через эти полосы? Как себя мотивировать? Ну, мы просто поверили еще раз, еще раз поверили в то, что мы делаем. Поверили на уровне фанатизма. Не на уровне, что теперь мы будем еще более тщательно относиться к издержкам, или там, как этот пример, там, уберем печенье возле самовара, грубо говоря. Нет, мы просто пообещали себе, что в следующие два года мы не будем, грубо говоря, расстраиваться или принимать какие-то меры из-за негативного финансового результата. Грубо говоря, когда ты прыгаешь с тарзанки, ты понимаешь, что там тебя подхватит там тарзанка, либо раскроется парашют через определенное количество секунд, через определенное количество времени. Приблизительно тогда я чувствовал то же самое. Я не ждал, что следующий месяц будет лучше, а потом следующий месяц еще будет лучше. Нет, я думал, что может быть через года два станет лучше. И вот таким вот образом просто очень сильно поверил. И потом не переключался. Один раз поверил и шел. Больше об этом старался не думать. Хотя, тем не менее, понятно, когда ты в конце месяца, ну или там по результатам предыдущего месяца закрываешь так или иначе управленческий учет, вообще, чтобы понимать, сколько там денег не хватает. Слезы, конечно, накатывались на глаза. Это вот, когда я вспоминаю, когда я не мог подняться в офис, это было как раз, значит, я предыдущим вечером до середины ночи сидел, просто закрывал там управленческий баланс. Потом усилия расстроился. Ну, когда минус ежемесячно был 20-30 тысяч для компаний в 100-200 человек на тот момент, это был очень существенный минус. Это за год могло насобираться там четверть миллиона. Декабрь мог в два раза где-то сократить этот минус, потому что декабрь всегда положительный в любой розничной торговле. Но, тем не менее, например, если сейчас апрель, а до декабря еще очень далеко и нет никакой уверенности, что в декабре ты будешь там успешен, это было сложно. Как правило, декабрь потом закрывал, там, не знаю, там серьезные минуса года. Но надо было до него дожить. Вот. Так интересно. Жил от декабря к декабрю. Ты вообще отдыхаешь когда-нибудь полноценно? Потому что я знаю, что ноутбук, ты берешь в отпуск и каждый день проверяешь почту. А что такое полноценно тогда? А что для тебя полноценно? Вот так, чтобы голова разгрузилась. Я не ставлю перед собой цель, чтобы голова разгрузилась. Мне нравится состояние стресса, мне нравится состояние напряженности. Для меня это зона комфорта. Соответственно, я никогда не ставлю перед собой цель, чтобы разгрузилась голова. Некоторые люди мне говорят, что это вредно, Но я предпочитаю все равно Мне кажется, что полезно то, что мне комфортно А мне это комфортно Я так работаю достаточно долго в таком вот ритме Действительно, я беру с собой ноутбук Всегда я практически ни одного дня не провел, чтобы не включить ноутбук Может быть, за 14 лет таких было 3-4 дня При этом я абсолютно себя спокойно так чувствую Отдыхать могу по-разному В моем представлении, не только в моем Ты такой типичный предприниматель, поджигатель, я бы сказал То есть такой моторный, постоянно в стрессе подстрекатель Как ты вообще сам считаешь, что предприниматель Это какой-то врожденный талант Или можно стать крутым предпринимателем Развивая в себя какие-то качества Должно быть и то, и другое Если есть хоть какая-то склонность То ее можно развивать Зачастую есть склонность, что ты не развиваешь И ты тоже не становишься предпринимателем Это очень много каких-то черт Которые ты должен в себе заметить И себя еще где-то заставить Поэтому, ну, такое многогранное очень понятие Я считаю, что если совсем не склонность То, конечно, ничего не получится Ну, какая вот основная у тебя черта Которая позволила тебе раскрыться как предпринимателю? Вначале просто было желание Что-либо делать Потом я где-то в себя поверил И поверил, что я во многом лучше других В этой отрасли И это меня подстегнуло делать еще больше именно здесь Я заметил, что просто все в e-commerce Не знаю, в 2005-2007 году Но просто, ну, настолько некрасиво здесь ругаться Но что я сделаю, это намного лучше Вот, я так скажу Это почему бы не сделать то, что очень легко И вот это меня заставило делать Столько лежит работы, которую можно делать За которую тебе готовы платить Это будет приносить тебе прибыль Взял и делал Опять же, я просто оказался в этом месте Оказался в каком-то интересном для себя потоке И это был тренд Я в это поверил Вероятно, если бы я оказался в другом месте Вероятно бы ничего не получилось Какое-то такое стечение обстоятельств Вот медиа, образ предпринимателя Это успех Ну, как правило, это успех Да, это хорошая жизнь Но по факту Я общаюсь со многими предпринимателями Очень много энергии Очень много и ресурсов вкладывается в компанию И только уже на определенном этапе Спустя сколько-то лет Предприниматель там может позволить жить на себя Ну, там, купить хорошую машину Хорошо отдохнуть несколько раз в год Вот, когда у тебя наступил этап Когда ты уже мог взять деньги из бизнеса И потратить их на себя И ты почувствовал, что не зря оно все было Никогда об этом не думал Первоначально, первые, конечно, пять лет Мы все реинвестировали Потом просто приходили какие-то потребности Не знаю, но уже пора было там, грубо говоря Отселяться от родителей Но уже невозможно было там жить с родителями Понадобилась какая-то квартира Ее можно было снимать, но дешевле Там, как нам казалось, купить Потому что там были, ну, вот Такие вот Все просто приходило Все постепенно приходило Есть предприниматели, которые на себя до сих пор ничего не тратят Есть, которые себя очень скромно ведут по жизни Но они там могут поддерживать Там сотни тысяч проектов Инвестировать туда Есть предприниматели, которые могут полностью жить в кредит Я имею в виду уже как частная жизнь Каждый находит, наверное, для себя то, к чему стремиться Не знаю Успех, это как этот Еще эти американские все фильмы про клубы этих миллиардеров Можно просто казаться успешным Да, там, купил дорогие часы Это тоже, это отдельная шайка предпринимателей Именно шайка Потому что они больше там пускают пыль в глаза Как у меня это пришло Все пришло постепенно Исключительно постепенно Пот и труд И со временем я понял о том, что я должен себе что-то забирать Чтобы мотивировать себя что-то, не знаю, в частной жизни На какой машине ты приехал? Приехал на своей Какая марка твоей машины? Мазерати Мазерати Когда ты купил себе Мазерати? Пять лет назад Пять лет назад Что ты почувствовал? Когда сел за рой Мазерати? Мне просто... Почему машина? Я абсолютно не делаю культ из машины Абсолютно не делаю культ из машины Мне просто очень нравится драйв Именно вождение И даже вот я живу в двух минутах ходьбы В одной минуте езды от офиса Но даже вот эти вот Одна минута езды на машине Меня переключает от какого-то рабочего дня От каких-то рабочих проблем Мне просто нравится именно управлять машиной Я никогда не буду ездить с водителем Ну, как мне кажется Пока что так даже вопрос не стоит Я не хочу ездить с водителем Я в такси себя чувствую очень некомфортно Потому что там мне нравится именно драйв Мне нравится именно то, как я управляю машиной Как я там веду себя на дорогах Понятно, что другим это навряд ли нравится Но тем не менее То есть Тут не культ машины Тут именно поддержка своего хобби Нужно в чем-то себя Периодически радовать, мотивировать Вот поэтому я купил себе такую машину А что тебя драйвит большинство в бизнесе? Что самую большую эмоцию создаёт? Напряжение Серьёзные задачи Напряжение Определённого рода проблемы Те, которые удается решать Бывает так, что проблема может не решаться 10 лет Это очень сильно демотивирует Нет просто даже сил Ты уже просто не знаешь Уже хочется эту проблему удалить Уже сознаться Признаться всем, что ты не можешь это сделать Но иногда нет такой возможности Нет у тебя такого права А что мотивирует Это серьёзная нагрузка Серьёзные задачи И, конечно же, успех Решение этих задач Какой тебе любимый отдых? Максимальный Тогда, когда действительно Вот 16-го числа августа Поеду на серфинг При этом поеду Мой самолёт должен приземлиться Именно на том острове Ламбок Где позавчера Было одно из Достаточно крупных землетрясений И эта серия Которая могла вызваться нами Я испытываю Дополнительный интерес Ну, иным самым я бы хотел там оказаться Вот в момент занятоссения Мне вот интересно Вот дополнительный адреналин Я так немножко Понятно, что не очень хорошо Но вот если говорить про Свои там личные Персональные предпочтения Да, я бы хотел быть Как можно ближе к эпицентру Каких-то экстремальных ситуаций Я думаю, что мне это будет понравилось Это нехватка адреналина в бизнесе? Нет, это высокозависимость от него Зависимость от него? Зависимость от него Зависимость от него Ну древенно, не Нет, я хочу Естественно, он будет всё это получать Не знаю, меня все говорят, что сошёл с ума Когда я говорю Вот класс там Но Бок идёт Заметвесения Жалко, что меня там не было Может быть, с нами Посмотрю Потому что сначала Серьезе заметвесений Может вызваться нами А я говорю Может быть, со своими с нами При этом я не шучу То есть, как-то так Самый большой экстрим в жизни какой был? Ну вот, недавно я освоил хэльски То есть, это катание на лыжах С вертолёта Сёрфинг При этом, я не чувствую предела Возможно, это когда-нибудь Мне как-то аукнется Я не чувствую предела Я хочу Если сёрфинг Не смотря на то, что сорт закатывается Что у меня нет гида Что какое-то там обратное течение Либо течение, которое я не знаю Либо просто незнакомая местность Меня это никогда не останавливает Я могу кататься На хэльске один без гида Это вообще по всем нормам Это нельзя делать Потому что Спасать тебя некому Я считаю, что всё равно Себо одеться Просто Мне это составляет Дополнительное удовольствие Сейчас очень растёт на пространстве СНГ Вот такое предпринимательское движение Медиа много про предпринимательство И форумы большие проводятся И в Минске, и в Москве, и в Киеве В разных городах И Ну, это круто, мне кажется Что популяризируется предпринимательство Но Вот эта популяризация успеха Она часто не говорит Всё то, что за внешней стороной есть Про все трудности Про то, что, возможно, не каждый может быть предпринимателем Вот что бы ты, выступая на любой большой сцене Сказал тем, кто думает Начинать свой бизнес Начинать свой бизнес Исходя из своего опыта Ну, однозначно начинать Понятно, что когда уже есть успех То это всё Это вершина айсберга И уже никому не хочется знать Что за Какой уровень дерьма ты прошёл Вообще Для того, чтобы забраться На эту вершину айсберга Всё Есть успех Для этого успеха Там нужно забраться Да, то есть это Мне кажется Абсолютно Аналогичное Чувство Как мы там Кто-то поднимается на Эверест Кто-то поднимается Кто-то, не знаю Съезжает с какой-то крутой волны Кто-то съезжает С какой-то С какого-то высокого вулкана И так далее В любом случае То есть Ну Если у тебя к этому лежит душа Если ты идёшь на Мотивационных спикеров И они в тебе что-то разжигают Не знаю Вот Я всегда на все конференции Прихожу с ноутбуком Я параллельно работаю Потому что то, что я там слушаю Зачастую для меня Это такой фон Что-то услышишь Что-то не услышишь То, что мне неинтересно Я отлично научился работать И слушать Но иногда бывают такие моменты Когда я закрываю ноутбук И это не потому, что там села батарейка Это потому, что я услышал что-то такое Что я хочу в следующий 30 минут Полностью погрузиться После этих 30 минут Я открываю ноутбук И я уже начинаю писать Совершенно другие имейлы Там имейлы уже не задачи Двух-трёх дневной перспективы Там уже имейлы Трёх-пятилетней перспективы И почему так происходит? Потому что эти мотивационные спикеры Меня действительно заряжают Поэтому Если эти мотивационные спикеры Могут что-то разбудить В зарождающемся В будущем предпринимателе Если ты чувствуешь Что ты должен попробовать Ты должен попробовать Вероятно Вероятно получится Нет никакой гарантии Да, процент успеха Совершенно небольшой Но есть И мы же не говорим Про предпринимательство Про какие-то только большие успехи Про которые там знает Вся страна Или там весь мир Можно просто открыть Какой-то там не знаю Там кафе Какой-то там Салон красоты Они будут крайне Успешны Ну в таком Локальном Масштабе Больше как ремесленник Но это будет все равно Ты будешь Что-то создавать Ты будешь там Делать людей Более красивыми Или более довольными Потому что Ты приготовил Действительно классную еду Это будет значительно выше Уровень твоего дохода Будет значительно выше Чем ты просто бы Работал администратором Либо Не знаю там Поваром в этом кафе Ну вот Создавайте маленький бизнес Как ремесленник Это тоже Тот тоже вариант Это круто Сколько у нас сегодня Сотрудников Компании Дадцать первых Этбай Семьсот пятьдесят Что будет Если все они Завтра захотят Стать предпринимателем Что будет Интересный вопрос Дело в том Что когда мы Отбираем На большинство позиций Сотрудников Есть Психологический портрет Сотрудника Есть сотрудник Например Если мы говорим Про такие сервисные Подразделения Как доставка Либо склад Мы туда не берем Людей Которые Например Пошли На ФПМ Или Закончили Институт предпринимательства Или ездят Ходят на Хайтек Нейшн И так далее Мы понимаем Что рано или поздно Этот человек Через три месяца Скажет Я не знаю Горю не в том костре Все Давайте До свидания Мы в него Только вложили денег Мы на него Рассчитывали И так далее Такого просто Во-первых Не случится Но проблема Это живая И мы Про это говорили То есть Если постоянно Ходить Пиарить Лидер Каждой Компании Лидер Каждого Успешного Проекта Просто Лидеры Мнений В соцсетях Будут Пиарить Занимать себя Предпринимательством В конце концов А кто будет Собственно говоря Оказывать Сервисные Моменты Для Уже Других Проектов Которые Уже Существуют И это И есть Та дилемма Когда ты Просто Выходишь На сцене И ты не знаешь Сказать Кидай все Иди Делай Свой бизнес Ну да Класс Именно ты бы так и сделал Но потом ты возвращаешься в офис И понимаешь Что в офисе Все ушли Делай Свой бизнес Мне кажется Что это Проблема Но такая Больше Ментальная Надуманная Такое Никогда Не случится Поэтому Нужно Просто Верить Что Кому нужно Тот услышит Кому Не нужно Тот продолжит Делать И тоже Есть Счастливые Люди Есть Такое Понятие Гармония Которое мне Неизвестно Предпринимателям Неизвестно Понятие Гармония Я надеюсь У нас Для большинства Сотрудников Известно Что такое Гармония И они Более-менее В гармонии Когда работают В нашей компании Они Получают Здесь Достигают Здесь Своих Целей И чувствую Достаточно Комфортно Практически Каждый Вечер Здесь Либо Кальяны Либо Арбузы Либо Не знаю Там Лимонады И Раз в месяц Там Какие-то Корпоративные Вечера Мы здесь Обязательно Проводим Пользоваться Спросом Одно из Лучших Решений Было Для Команды Есть Барбекю Есть Обогреватели Когда холодно Большие-большие Корпоративы На всю компанию Мы проводим Обязательно Во что бы то ни стало Какая бы ни была Ситуация С финансами И так далее На протяжении Всех 14 лет Мы проводим Два раза в год Это 1 августа Либо 1 пятница Августа Это наш день рождения И вот Сейчас у нас был 4 августа Была суббота Уже на субботу Перешли Совершенно большие Корпоративы становятся В пятницу не можем И Это новогодний Корпоратив Который проходит В 20 числах Декабря То есть Для молодой Компании Корпоративы Вот эта вся Корпоративная культура Отдохнуть Это 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 Очень важно Это очень важно И Я надеюсь Что В компании Никогда не будет Такая ситуация Что мне придется отказать Я наверное Никогда это не сделаю Я вижу Что сотрудники Начинают по-другому общаться Я вижу Насколько они этого ждут Я вижу Явку На эти Мероприятия Безусловно То есть Это Это Определенного рода Бенефиты Вот это там Соцпакет Что же Мы делаем Такие большие Мероприятия Я даже вижу Организаторы Наших мероприятий Нам дают Обратную связь Что Очень крутые Мероприятия Проходят То есть Насколько Люди Счастливы Довольно Вовлечены В эти Мероприятия И конечно Существуют Более мелкие Ивенты Это там 23 февраля 8 марта Открытие террасы Закрытие террасы Мой день рождения День рождения Сотрудников Обязательно Нужно проводить Я думаю Что зимой снег Здесь никто не убирает А после открытия террасы Когда уже начиная Там с апреля Нет Не пустует Здесь всегда Кальяны Всегда обеды Всегда Какие-то Барбекю Разные отделы Делают Ну очень 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 интересно Если бы я устроился Курьером в компании 21 век Бай Поработал месяц Все бы не взяли Скорее всего Не взяли Да Ну допустим Как-то так Обманул и Чаров На собеседовании Создал ложный образ И Через месяц Записался бы Попросил бы О встрече Основателя компании Сказал бы Знаете Сергей Я вот бы хотел Развивать бизнес 21 век Бай Ну хотел бы стать Будущим акционером Компании Ну опцион какой-то Получить Что бы Ты мне ответил Ну конечно же Я сказал Сорри Виталик Сорри Пиши заявление Нет Именно так Да Кальчару У нас были случаи Когда даже курьеры К нам приходили Просили советов Они открывали Свои интернет-магазины И я эти советы давал И ребята уходили И открывали Свои интернет-магазины И мы чувствовали себя Абсолютно В порядке Но если бы ты поработал У нас месяца Или два месяца Курьером Ты бы понял Что открыть интернет-магазин Это очень-очень сложно Скорее всего Ты передумал бы Открывать интернет-магазин И подумал бы В какую-нибудь Другую Сферу Открыть интернет-магазин Что-то похоже На 21 век Внешне кажется Очень легко Очень легко Но чем больше Ты бы Варился в этом котле Тем больше Тебе бы Расхотелось Это делать Мне за 14 лет Очень расхотелось Повторять Я считаю Что я бы Добился Какого-то другого Успеха Более коротким Способом Если бы это был Не e-commerce Вот такое С одной стороны Разочарование С другой стороны Все равно Есть какой-то успех Ключевых сотрудников Которые давно В компании И которые важны Для компании Приносят компании результат Как их мотивировать Чтобы они горели За компанию Но не выгорали Из-за того Что где-то упираются Уже в потолок Своего роста И вот для ключевых сотрудников У нас тоже есть опционы Это Есть Два Сотрудника Получили опцион За За все время Есть Какие-то Согласованные бонусы На какие-то Большие достижения Это могут быть Не только годовые бонусы Это могут быть Просто там Проектные Или Более глобальные Там Двух-трехлетние Перспективы Проекты Есть сотрудники Которые Получают Часть прибыли От той прибыли Которую они генерируют То есть Собственно говоря Отдельные Есть отделы Отдельные проекты На автономном Пинделе И там Уже Вознаграждение Считается Совершенно по-другому Для руководителя Этих проектов То есть В принципе Мы Не лишены Таких моментов Все возможно После 21 века Будет 22 век В жизни Сергея Ваниловича Как ты видишь Будущее Чем бы ты хотел Заниматься После 21 века Ну допустим Вышли на полмиллиарда Допустим Появился Стратегический инвестор Которому Успешно продали Компанию Я так понимаю Такой сценарий Не исключается Акционерами Не исключается Что дальше Чем бы ты хотел Заниматься Это один из таких Сережащих вопросов Собственно говоря В жизни И Нет никакой уверенности Во-первых Что получится Есть такое вот Опасение С одной стороны С другой стороны Ну а почему Да То есть И здесь важно Вообще понять Где твоя экспертиза Раньше я думал Моя экспертиза Это не знаю Быстро считать Я очень быстро считал Я считал Быстрее чем все остальные Я принимал Очень быстрые решения Я принимал решения Намного быстрее Чем Все меня окружающие люди Потом я стал Увлекаться Интернет-маркетингом Мне казалось Что я Лучше всего Настраиваю Какие-то инструменты Онлайн-маркетинга По привлечению Клиентов Потом я стал Разбираться В переговорах Я стал очень хорошо Проводить переговоры С крупными поставщиками Я подумал Что в этом успех Потом я подумал Что А потом я все передумал И понял Что это все ошибка Каждый Более молодой мозг Все что я только что Перечислил Делает это Быстрее И тут вопрос Где идет Потеря эффективности С одной стороны Мозг Стареет Может быть В 35 лет Про это Рано говорить Но В ближайшие 10-15 лет Он точно Постареет Это видно Я не знаю Ну это Это просто факт Но в то же время Мы набираемся Опыта И вот собственно Говоря Опыт Позволяет Наши решения Наши деятельности Делать более эффективной А старение мозга Наоборот Снижает Эффективность Ну и пока Опыт Принимает Скажем так Большую долю Большее значение В принятии решений То пока идет все равно Тренд вверх Повышение эффективности Я понял что моя основная экспертиза В чем мне нужно Скажем так Совершенствоваться Это команда образования Мотивация Команды Увлечения Команды за собой Дело в том что Это уже не зависит Фактически От того Насколько молод Твой мозг Ни один 22-летний парень Не может за собой Увлечь Кучу Большую команду Которая является Экспертами В разных моментах Потому что у него Нет какой-то харизмы Нет истории успеха Нет Каких-то мотивационной Экспертизы Ну марка Суперберга Получилась Он крутой Да То есть Но таких мало Таких очень мало И я подумал что Именно вот В образовании команды Будет Самая низкая конкуренция Для меня Я вот так тоже Я же конкурирую С другими Можно сказать Лидерами И нужно вот идти В какой-то такой бизнес Где Успех будет зависеть Больше от того Как я мотивирую И увлекаю команду С собой Приблизительно Вот так А пока Это только вот так Рамочно Четкого направления Нет Может быть Станешь мотивационным Спикером Пока не уверен Навряд ли Скорее нет Только для друзей Бесплатно Что бы ты посоветовал Что бы ты посоветовал В завершении Вот нашей беседы Коротких Несколько вопросов Что бы ты посоветовал Тем Кто сегодня Работает в оффлайне Ну понятно Выходить в онлайн Как можно скорее Как выходить в онлайн Эффективно Можно прийти к нам Мы можем покупать команды Мы можем нанимать людей Но в оффлайне нет больше будущего Все капец Надо оттуда быстрее Лучше закрываться Продолжаю строиться Тут же вот Недалеко от вас Тоже строится Ну это Продолжаю строиться Наверное Такая перспектива Пяти-десяти лет Если же все-таки Посмотреть на Англию На Америку Там сети Там пустые Не то что мол Там пустые города С этими молами То есть ты считаешь Что это через пять лет Может случиться у нас Ну может быть через десять Просто одна из таких Историй Опять же Мы там уже сегодня Вспоминали крафт Ребята там говорят Вот мы будем продавать Через свою сеть Ну там не знаю Будем такую летную воду Шанель Будем продавать Только через свою сеть А я такой Мне уже стал неинтересный Разговор Я все же читаю Айфон И там Фейсбук О класс А сегодня закрылась Мега успешная сеть Той Виз Ас Детских товаров В Америке Просто обанкручивала Сеть Естественно Слух сказал Посмотрел на их реакцию Я говорю Ну скорее всего Это будет с вашей сети Через пять лет Если вы считаете Что Шанель Должна продаваться Только в Оффлайновых магазинах Ну то есть Приблизительно вот так Надо бежать в онлайн Там все При этом я считаю Там еще очень много места Еще места хватит на всех Это могут быть бутики Это могут быть узкоспециализированные Онлайн магазины Это могут быть Какие-то онлайн сервисы Там точно хватит на всех Еще места работы Денег Сегодня онлайн Это даже еще не пять процентов Все уровень Наоборот Еще даже не пять Соответственно Рост там Еще будет Долгие-долгие Десятки лет Экспоненты Да Мы как-то общались О том Что бы ты сказал Себе Студенту Уже с позиции Сегодняшнего опыта По поводу Начала бизнеса И Одна из мыслей была Делать бизнес Не на белорусский рынок Не на маленький Белорусский рынок А делать сразу Что-то глобальное Что бы еще сказал Молодому Сергею Ваниловичу Который Заканчивает вуз И стартует свой бизнес Мне немножко жалко С одной стороны Что я достиг Успеха Но еще Не окончательный успех Но я на это потратил Уже 14 лет И еще лет 5 Мне нужно потратить Я считаю Что это очень длинный Период времени И на то Насколько сегодня Жизнь Ускоряется Я считаю Что успех Нужно сегодня Получать за 2-3 года Я бы смотрел В те проекты Которые могут выстреливать Значительно быстрее То есть Надо смотреть В те модели В те бизнес-модели Которые за 2 года Принесут такой же успех Как Опять Сколько Nike Да? 62-го года Амазон С 99-го года А если взять Facebook Уже быстрее Если взять Другие стартапы Uber Еще быстрее И так далее То есть Сегодня Нужно выбирать То направление Где можно получить успех За 2-3 года Например? Надо подумать Успех 2-3 года Успех это что? Ну это Ну смотря что мы считаем успехом Что считаешь успехом? А смотря какие цели Если мы говорим про финансовый успех Это там продаться за миллиард А если мы считаем выход на глобальный рынок Это то чтобы там получить узнаваемость В какой-то отрасли На глобальном рынке Или хотя бы там на американском рынке Вот это вот успех У меня последний вопрос Оказавшись перед Джеффом Безосом Что бы ты у него спросил? Я бы попытался продать вас Перевех.бай Я бы ничего не спрашивал Я сказал что я все знаю Успехов Купи! Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok